всем привет меня smashbox пригласили сегодня на бесплатный макияж в честь дня святого валентина и поэтому я сегодня не накрашена правда нанесла тонну по моему нифига уже его не видно посмотрев мою внешность визажист сделала вывод что мне нужно что-то нейтральное я говорю что я люблю все ярко я люблю что пока что она мне нанесла праймер на верхнее веко нужно 60 кончетов он застал спрт а на пол я сытокар не лайк она не хаббатит а жович запия жович алина в картонах суббатит запия хелек астфон глупо сэр оленд 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 Вот он, конечно, результат. Сейчас я выйду отсюда и вам расскажу поподробно все мои впечатления. Я вожу вас сегодня с собой небольшой такой шоппинг сделать, ну, совсем даже и не шоппинг, просто покупаю своему котяре завтрак. Он у меня завтракает вот такими вот фэнсифистами. Это у него завтрак. Вот все остальное время он ест хрустики. Так накрасится, в принципе, просто это займет какое-то время. В принципе, я могу сама так накрасить себя. Она мне сделала очень активные стрелки, тени. Она наносила, по-моему, вообще по минимуму. Немного скульптурирования и... Ну, так. В основном тут самый шик – это сами стрелки, да. У меня тут ничего в этом макияже. Прямо вау. Особенно вы знаете, чего бы я сама не могла себе сделать. Да, немножко прошлась я по нашему каньону, кстати. Запах очень приятный. В апреле продается Tom Ford. И я попробовала запах мандарина. Вот такая голубая. Голубой флакончик. Он так прекрасно пахнет. Просто. Мандарином. Мандарином еще каким-то цветочками, может быть, жасмином. Блин, ну 700... 700... Сколько? 700? Нет, извиняюсь. Он стоил 1200. 1200 за флакончик 100 миллилитров. Короче, нет. Я купила мороженое. Сегодня же ведь 14 февраля. А еще у детей в садиках день семьи. Ну, скажем так, если вы меня спрашиваете, празднуем ли мы этот праздник, то официально мы его не празднуем. Но если я что-то приготовлю, то мой муж никогда не откажется вместе со мной присоединиться и его отпразднует. То есть у него такая пассивная достаточно сторона этого вопроса. Утром мы вместе позавтракали всей семьей. И сейчас вот я купила мороженое. Кстати, мороженое мы покупаем не по вкусовым предпочтениям, а по цветовым. Старшая дочка у меня обожает голубой и синий цвет. Младшая обожает желтое. Ну и шоколадное мороженое тоже, конечно, must have. Поэтому я уже купила полкило мороженого. Оно мне стоило 45 шекелей. Но зато полкило. И еще я зашла в Хоникман Китс. Там сейчас скидка по 20 шекелей. Можно купить зимние вещи. Я, как правило, покупаю на следующий год. То есть я уже взяла в восьмом размере. На следующий год как раз подойдет девчонкам. Персик. Персик, я тебе купила хавчик. Спасибо, будешь говорить? Кто любит нас, да, Персик? Ты нас любишь? Ему уже 11 лет. Еще с тех давних-давних времен, когда мы только с мужем познакомились. И буквально через сколько? В тот же год. Буквально в тот же год мы взяли его. Вот, короче, я хотела сказать, что вообще я подумала... Вообще я критик. Ужасный критик. Но это все, конечно, только между нами. Короче, она мне когда начала делать макияж, она такая спрашивает, типа, да, чем я обычно пользуюсь. Не, она не спрашивала даже, чем я пользуюсь. Просто посмотрела и начала делать то, что я обычно себе делаю всегда. Сколько она ковырялась с моими бровями, я не знаю. Все равно, видите, она... Я как бы, я умею делать их симметрично. Хотя тоже иногда... Иногда не умею. Но у меня брови, видите, такого склада. Но никто из нас не симметричны, что если бы вот эта была чуточку повыше, то тогда бы они были на идеальной другодругой высоте. Вот. Ковырялась очень долго. Вообще, наверное, она была не готова красить такую, как я. Например, консилер. Она так и не смогла мне подобрать. Взяла самый светлый. Он у меня был все равно очень темный. Хотя Smashbox это фирма американская, но у них нету достаточно вариантов для... Причем, да, я не скажу, что я белокожая белоснежка. Все эти места под глазами я высветляю только консилером от Tarte, потому что более светлых оттенков я больше ни в одной фирме не находила. Либо же, если какой-то другой консилер, то я обязательно делаю поверх бэкинг пудрой L'Ore Mercier, чтобы все равно высветлить эту нижнюю всю часть. Да, у меня есть особенности, даже их очень много, которые... Если девушка не профессиональный, не суперобученный визажист, то она... То ей будет сложно. Ну, собственно, она не стеснялась в выражениях и чертыхалась, и говорила, что, блин, сложная ты задача. То же самое, что я снимала видео про мастеров по маникюру, то же самое я считаю про мастеров по визажу. Научили их чему-то одному. Или не одному, но они набили руку на чем-то одном, и повторяют это изо дня в день, и человек к человеку повторяют, и когда приходит кто-то менее стандартный, когда нужно проявить смекалку, ум, разум включить. То есть им с этим уже сложно, они, видите, начинают чертыхаться. Это проблема. Я предпочитаю находить таких людей, знаете, реально мастеров своего дела с большой буфы, которые не боятся никаких препятствий, которые умеют это всё передать на вашем лице, либо на ногтях. С такой филигранной точностью, что вот уходишь от них и говоришь, вот я такое не смогу повторить. Кстати, в одном из последних видео, где вам не понравилась моя помада, я тоже сделала очень такие длинные стрелки. Я специально даже одела там контактные линзы, чтобы ещё больше подчеркнуть, да? Это помада, которую я использовала. Это не то, чтобы это синяя помада. Нет, я использовала как подложку нюдовую помаду, и сверху я нанесла от Lime Crime. Сейчас вышли помадки, которые даже скорее не помада, а такие глиттеры на прозрачной подложке. Идут такие блестяшки, сиялки голубого и розового цвета. Сейчас вам достану, потому что вообще вся эта тема очень красивая. Меня порадовало, когда она пришла. Вот, в такой вот конфетно-сладкой коробке пришли мне три миниатюры. Вот, по сути, это помады, хотя, в принципе, можно их использовать и как глиттер на веки. Вот, видите, один совсем такой тёмно-фиалковый, другой нежно-розовый и третий лиловый. И они очень стойкие, между прочим, и дают именно такой супер-шиковый, как вам сказать, голографический, может быть, отчасти металлический эффект. Вот я использовала вот этот Black Unicorn, который вам не понравился. Знаете, вот у меня как раз тут уже думала снять вам видео про все мои вещи от Smashbox. Вот у меня новая палетка. Сейчас покажу. Вот, видите, я уже её расколбасила, потому что я её постоянно, реально постоянно её люблю. Как она называется? Она называется Master Class. У меня есть вот такая ещё палетка большая, от Smashbox, которую я сейчас меньше пользуюсь, потому что вот эти контурные вещи точно такие же, как здесь. Ну, а, соответственно, да, оттенки по теням здесь тоже, ну, не все повторяются, но здесь их, соответственно, гораздо больше. Потом ещё есть Smashbox, чем я пользуюсь. Вот у меня этот тональник Studio Skin очень хороший, мне нравится. У меня есть помадки. Одна вот здесь лежит, одна у меня в сумке. Фотофиниш, праймер, который я, честно говоря, не очень люблю. Ну, как, просто летом у меня кожа сильно жениться. Я его ещё наношу, например, на лоб, на нос, но зимой у меня он совершенно ни к чему. Кошка! Что это за кошка? Вы видели? Гляньте, пришла к нам чёрная кошка, а Персик вообще ничего не делает. Я в шоке. Я стою тут, вам сейчас рассказываю, вдруг я смотрю снизу, какое-то чёрное пятно дал ей войти. Я в шоке. Если вы хотите поподробнее от меня услышать мой отзыв о косметике Smashbox из того, что у меня есть, то напишите мне об этом в комментариях. Дайте мне, короче, каким-либо образом знать, тогда я вам сниму отдельное видео. Вот, а сейчас мы пойдём за девочками, уже надо их забирать, сейчас уже почти 4 часа. И, может быть, я вам немножко покажу наш Ешу, чтобы вы визуально имели представление, где я живу, потому что это примерно через, наверное, следующее видео после этого будет о том, почему мы выбрали жить на территориях, почему мы здесь живём, почему нам здесь нравится жить, и покажу вам, собственно, вот в этом видео немножко окрестностей наших. Чисто из того, что можно видеть с нашего, так сказать, окна, да, это вот наш район, это абсолютно новый район, который был построен, когда мы только заехали сюда, в 2015-м. Вот такие все домики, виллы, коттеджи. Прямо напротив нас это яйца детские с трёх месяцев и до трёх лет. Персик! Персик! Вот там наша школа. Вот эту площадку, кстати, это мой муж строил. Раз в неделю они собираются. У нас есть такой, как бы, кружок для мужчин, если можно так выразиться, и они приходят раз в неделю, кушают и строят чего-нибудь. Вот, виды у нас, конечно, очень красивые. У нас есть несколько таких точек, где можно с разных сторон. То есть здесь видно наш район. Вот там внизу мы живём. И помимо нашего района здесь есть ещё как минимум три. Да. Вот с той стороны ещё один район, который идёт туда прямо. Вдаль. И впереди, там, где вы не можете видеть, есть ещё два больших, более старых, что ли. И есть ещё один вот там внизу, да. Он ещё только строится, хотя частично его уже заселили. Ещё хотела сказать буквально одно предложение по поводу того, что некоторые мне пишут, что в моих видео якобы есть реклама. Из-за этого они чуть ли не отписываются от меня, потому что их, типа, это раздража. В моих видео нет вообще рекламы. Вообще. Я не понимаю, откуда люди такое берут. Всё, чем я с вами делюсь... Блин, опять солнце на меня падает. Всё, чем я с вами делюсь, это всё то, что, как мне кажется, может быть вам полезной информацией. Я вот рекламой не занимаюсь. Точка. Единственное, может быть, может быть, это... Можно отнести китайскую одежду, и то это в рамках бартера. Вот, кстати, свитер, который я показывала в последнем видео про одежду. Это тот самый свитер. То есть я сотрудничаю с китайскими сайтами, поскольку отчёбы не получать бесплатно одежду и обувь. Потому что я... Потому что я реально её потом ношу. Это не то, чтобы для того, чтобы снять видео, не знаю, получить деньги. Я от них денег вообще не получаю. Я тупо получаю от них одежду или обувь, в которой сама же потом и хожу. Не вижу в этом ничего криминального. Ну, а те посылки, которые я получаю с разных сайтов, косметика или что-либо, не было ещё. Даже то, что у меня сегодня красила Smashbox, это вообще нисколько не реклама. Ну, вот не на миллиметр. Кстати, они мне подарили подарок. Я сейчас вспомнила. Миниатюрки такие с праймером. Какой-то у них новый праймер в виде масла. Я вот даже вам не показала это. Даже вылетело из головы. Сейчас только вспомнила. Вы опять сейчас подумайте, что я это специально сделала, чтобы слышалось, как будто это всё случайно. Но нет, это всё не случайно. Всё, что я говорю, это совершенно не имеет никакой рекламной подоплёги под этим. Поэтому зря, зря, что вы или кто-то из вас так думает. Это исключительно моё хобби, которое, если бы не доставляло мне удовольствия, я бы им не занималась. И вообще я никому не обязана ни снимать видео, ни что-то показывать. И вообще не обязана ни перед кем, ни перед чем отчитываться. Те, кто говорят, что они хотят от меня отписаться, отписывайтесь. Честно, вот мне не жалко. Отписывайтесь. Не хотите смотреть, отписывайтесь. Я это говорю не из какого-то лицемерия или... Ну, серьёзно. Я вас за уши не притягиваю. Это всё исключительно на добровольных началах. Если я вам нравлюсь, то подписывайтесь. Не нравлюсь, подписывайтесь. По-моему, проще придумать невозможно. Это когда мне это пишут в таком виде, как шантаж, что вот если ты не прекратишь, там, не знаю, как-то заискивающе ставить название, что вот я из-за этого зашла, а там про это всего лишь на 4 минуты. И поэтому я отписываюсь. Ну, это я не знаю. Я прямо... У меня слов нет, что на это сказать. Точнее, у меня есть только матерные слова, которые я вслух не буду произносить. Ладно, пошли за детьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!